Медиаток Медиаток у нас сегодня итоговый И очень здорово видеть так много людей сегодня у нас Потому что год был непростой, год был интересный Наверное, как и каждый год Этот был особенный И мы будем начинать наш Медиаток, который посвящен итогам этого года Меня зовут Алла Шарко Я представляю пресс-клуб И спасибо большое сразу хотела бы сказать всем медиаэкспертам Всем медиа-менеджерам Всем, кто принимал очень активное участие в создании сегодняшнего мероприятия Было вложено много сил, предложений, усилий У всех нет времени, но вот все это важное было сделано И сегодня мы попробуем представить вам эти результаты Я хотела бы, наверное, начать с этого блока Это создание комьюнити, платный ивентинг и альтернативные формы монетизации И сегодня у нас будет формат необычный, разбит по блокам И первый блок я приглашаю сюда на сцену Представляю вам Ирину Виданову Это соучредитель и издатель CityDoc Добрый вечер сибры На самом речь, мне такое чувание, что годы, як и не было Потому что год назад на этой же сцене, правда, до инши сукенцы, я робила приблизно тое самое Коли меня просили представить этот тренд, у нас были пыльные сумневы Потому что то, что тут написано, здарылось не только и не столько в 2018 году Але чому все ж таки мы коллективно вырешили, что это все ж таки тренд Тренд этого года Потому что, напевно, супали вельми шмат такие факторы, які примусили абсолютная большость, уже не одинки, а большость меда Именно на нашем рынке, задуматься про тое, як працаваць с комьюнити, як створаць гэтую супольнасть Як заховыць свою лояльную аудиторию, нарушываць ее А не глядеть только на прыток личбы аудитории, які ведут дзен и инши таки инструменты И, конечно, як монетизавацца И тут гэта супадае загульно со светным трендом Дже фактично онлайн меды особлива уже не могут дазволить себе раскошу выдавать свои бизнес-модели выключна на праце з информацией И хочем мы того, а не хочем мы того, але мы вымушены переасенсовывать себе як бизнес При гэтам памятыць про свою миссию и при гэтам диференцевать свои крыницы монетизации и доходу И меды выдавцы и редакторы по всім свете ламаць голову над гэтой пилюлей, якая помогла вырошуць все проблемы Такой пилюлей нема, але у нас есть некальки прикладов с тым, як гэта можно робить Причем не только у Менску, упэлнено, что можно было взнасти и инши приклады з региону Але Гродно Лайф наповна просто активничала во усіх на керунках У их было некальки вельме цікавых проектов И два важных падыходы, гэта выход у офлайн А крамя ивенту, які редакция так сама проводить Яны у партнерстві с городскими инициативами робить нешта разом для города Гэта были шильды на назами улиц Яны выпустилю в гэтам годзе мапу на четырех мовах Для городни вельме такая важная реч с протягнением туристов Зрабіли гэта ў супрацы с мясцовыми бізнесами, які так сама на гэта адгукнулися Ну и бачим, што гэта приводзіць так сама да росту аудитория Але напэлна нашыми такими трэнцэторами Сеўння будуть ты, хто зараз напэлна выйдуць на гэтую сцену так сама Мы папрасіли Віталява Ленюка з пра бізнеса Екатерина Касилёва з імён Распавесці крышку больш пра тое, што яны нарабіли ў гэтам годзе Тому што зноў жа пачалі працаваць ў гэтан керунку раней Але ў гэтам годзе атрымалася вельме шмат Про бізнес напэлна лідар ў Беларусі па організація сяродмедыя платных івэнтаў Які і формуюць комьюнити, і ствараюць клубнаць, дареч сяродна лайф так сама Мае свой клуб чытачоў, які робіць што месячны ўнёскі Гэта працюе разам с краудфандынгам І імёны, які напэлна ўнікальныя медыя і ініціатыва два ў адным Які не толькі ствараюць ўнікальны, глыбокі, душераздіральны контент Але гэтым контентам падымаюць, допамагаюць асобным людзям Падымаюць велікі соціальныя праблемы І прыгэтым збіраюць грошы із людзей, із бізнесу На тоя, каб і самім монетазаваць, але ў першу чаргода памахча іншым Тому зараз ўласна кажчы, медыя ток, Віталь, Катерына Мы пачынаем з Віталя всё-таки, так? А, вот падным, так дадошкі Выклікаем Віталя, галі ласка Дякую, пасиба Как настроение перед Новым Годом? Запах уже праздничный Поскольку в медиапространстве наблюдается сильный тренд дудивизации Всего нашего медиапространства Сейчас какой канал, не включи, везде формат Юрия Дудя И даже я что-то подобное делаю То какой самый популярный вопрос у Юрия Дудя? Сколько ты зарабатываешь, да И вот коллеги-организаторы перед нашим медиатоком так намекнули, что неплохо было поделиться цифрами Можно не делиться Мы прямо сказали Да, ну так, аккуратно прямо сказали И я подумал, что вообще это хорошее Давайте заложим хорошую традицию На самом деле делиться цифрами В том числе по выручке В том числе по источникам этой выручки В процентном хотя бы отношении Потому что это полезно будет для комьюнити Полезно будет учиться друг у друга Что-то перенимать Может быть кооперироваться с кем-то Ну и в принципе, если компания работает публично По-белому, а по-другому она не должна работать То мне кажется, что выручкой делиться Это такой must-have По крайней мере, в своих видеоинтервью я спрашиваю у разных бизнесменов Сколько у них выручка по компании Все называют цифру Никаких проблем Значит, за 2018 год он еще не закончился Выручка по кэшфлоу Для понимания это поступление на счет То есть не бухгалтерское, а по отгрузке Потому что какие-то услуги еще будут отгружены в следующем году Это именно то, что мы получили И еще получим до конца года на счет Она у нас около 1,7 миллиона белорусских рублей У кого больше, поднимите руку сразу Ну, кроме Марины Ну, у вас-то явно больше Думаю, что в процессе выступления поделятся остальные коллеги Мы не дотянули Мы хотели больше Мы хотели выйти на миллион долларов в этом году На, соответственно, 2,1 миллиона белорусских рублей Не дожали по некоторым направлениям И я думаю, что в следующем году эта цифра в 1 миллион долларов нам покорится Мы ее перешагнем Что важно для нас И может быть соответствует теме сегодняшнего события Что более 80% выручки Это не рекламные доходы Это не доходы от онлайн рекламы Это билеты на ивенты Это подписка на наш клуб Ну и рекламодатели, которые присутствуют в офлайне То есть на площадке Это все-таки немножко другой тип рекламы И для нас это хорошо Потому что мы считаем, что таким образом диверсифицируемся И независимо от того, что рекламный рынок достаточно небольшой у нас Вот Поэтому цифра такая Я думаю, что в последующем году мы, конечно, рекламную выручку хотим увеличивать Но еще больше хотим увеличивать выручку нерекламную Дайте какой-то фидбэк Такая аудитория Хорошо это плохо Вопросы может сразу У нас на самом речи просто формат У аудитории нема права задавать пытания Извините Но мы тут монетизуемся Там, когда вы со мной домовитесь Только ласка Но на самом речи, думаю, одно пытание Когда у когось прям горит То давайте зададим У меня на самом речи есть одно Для вас на кольки То есть я разумею, что есть сами ивенты На какие там великая аудитория спрашается Где-то один канал И есть створение То есть людей, которые принадлежатся до комьюнити До клуба с некими унесками постоянными Что для вас важнейшее И что вы хотите растить А это второй слайд Сейчас можно Спасибо за вопрос Значит, я вторым слайдом расскажу всю нашу историю Которая начиналась с 2014 года За две минуты Мы начинали И вот какая эволюция с нами происходила И сейчас происходит Мы начинали как производственники Это типичная белорусская история Производим то, что умеем А мы умели чуть-чуть производить медиа И решили, что надо делать сайт в интернете Ну, потому что ничего другого мы не умели А потом начали думать И кому этот сайт можно продать И кому он может быть интересен То есть типичная белорусская история Не только в медиа Начинаем с производства Потом думаем, кому это нужно И кому это можно продать И вот, собственно, так мы стартовали В 2015 году уже произошел новый этап Мы поняли, что аудитории Кроме чтения сайта Интересно встречаться вживую Интересны оффлайн форматы События, конференции, форумы, встречи И мы поняли, что надо делать продукт Который востребован То есть люди за это готовы платить И деньгами, и своим временем И мы перешли в такую новую парадигму Мы стали продуктовой компанией И продуктовым проектом То есть мы начали выпускать Те продукты, которые изначально мы не планировали Это форумы, конференции, встречи, тренинги И так далее И этот год для нас Вот если одним предложением Что ключевого произошло в этом году То, что мы от продуктовой модели Переходим в платформенную модель Мы начинаем работать больше не с продуктами А с нашим комьюнити И вот это для нас очень важная мысль Не знаю, насколько она там резонирует С вашими размышлениями Но в какой-то момент мы поняли Что вот есть люди у нас О которых мы на самом деле не так много знаем Да, они регистрируются в наши события Мы знаем их имя, должность, компанию, контактные данные Но мы не знаем, чем они живут Какие у них интересы Попадаем мы нашими продуктами Не попадаем в их потребности и так далее И, собственно, стало понятно Что комьюнити, вот это наш ключевой актив Это люди, которые платят своим временем, деньгами, вниманием А продукты могут быть самые разные То есть это могут быть образовательные продукты Мы над ними сейчас серьезно думаем Это могут быть ивенты Это могут быть медиа Это могут быть, ну, что угодно Совместные пикники и так далее То есть вопрос вот чувствовать, понимать Свою комьюнити на кончиках пальцев Работать с этой аудиторией очень глубоко И давать тот продукт, который нужен Именно этому участнику комьюнити Именно в этот момент времени Вот это самая главная мысль у нас По итогам 2018, я думаю, 2019 года И она послужила мостиком для создания клуба про бизнес Где мы как раз, зная интересы участников Хотим их пересекать по интересам, по индустриям Таким образом, чтобы они получали максимум полезных контактов На единицу времени Максимум идей для развития бизнеса Ну и подзаряжались энергетически от этого общения И дальше за этой мыслью очень коротко Следует вторая мысль Что чтобы развивать комьюнити Нужна IT-платформа То есть данные собирать в Excel Когда у вас там 100 человек, можно Когда их у нас в клубе, например, уже там под 400 А в целом их десятки тысяч такой лояльной аудитории Ну здесь без IT-инструментов Без технологии работы, глубокой работы с комьюнити Не обойтись Поэтому мы видим, что наш следующий шаг Это трансформация в IT-компанию Я надеюсь, что мы его там в следующем году Максимально быстро пробежим Которая умеет делать медиапродукт Умеет делать ивент-продукт Но прежде всего, которая держит основной фокус на своей аудитории На комьюнити Ну и последняя, поскольку времени много Последняя, наверное, завершающая мысль Ирина говорила про тренды этого года Про то, что вот платный вендинг, краудфандинг Это, наверное, основные слова этого года Я буквально недавно прочитал одну хорошую статью Мне сбросили ссылку И там два слова, которые, возможно, будут трендом следующего года Трендом для многих наших медиапроектов Эти два слова звучат так Market networks То есть это некий гибрид маркетплейсов и social networks И социальных сетей Потому что маркетплейсы классические, как Airbnb, Booking.com Amazon Это одна история Социальные сети, как Facebook, LinkedIn, Tinder и так далее Это другая история И вот на стыке социальных сетей Комьюнити с профилями, с общением И предложением каких-то позиций, товаров, услуг Которые именно этой аудитории, именно в этот момент времени актуальны Вот здесь такое большое поле для появления новых бизнес-моделей Для появления новых, возможно, проектов на стыке медиа и еще чего-то И мне кажется, что здесь огромный-огромный потенциал Для новых источников монетизации Которых мы, может, пока даже и не знаем И я очень надеюсь, что кто-то из вас в этой аудитории В эту тему также активно пойдет И мы будем обмениваться опытом Будем учиться друг у друга Как создавать новые модели в медиарынке Потому что платный вендинг и краудсортинг – это хорошо Но это уже вчерашний день Надо идти дальше И горизонт, куда идти, просматривается Поэтому себя и вас хочу призвать к максимальным творческому поиску Возможности сейчас для новых моделей открываются, как никогда, широкие Давайте пробовать, давайте делиться И давайте делать так, чтобы цифры по выручке И по всему остальному у нас росли X10 к следующему году Спасибо Спасибо, Великий Виталь Есть Один Меня зовут Федор У меня маленький вопрос А как получилось, не получилось покорить Америку? Насколько я понимаю, в прошлом году вы стартовали с таким проектом? Да, чисто был медийный проект Закрыли его, к сожалению Ну, признали, что нет перспектив Потому что вышли в самое неудачное время Когда у Фейсбука начались проблемы с Конгрессом И алгоритмы для виральных медиа сильно ухудшились Ну и Америка для нас Хотя это был такой тяжелый урок То есть мы там потратили инвестиции, силы команды, личное время Но этот урок был полезен в том, что Вот он про бизнес-модель То есть ключевая проблема многих проектов, не только в медиа Что нет ответа на вопрос, а в чем бизнес-модель То есть как будете зарабатывать, кто будет платить, почему будет платить, как часто И в чем ваша ценность, то есть в чем ваше value для аудитории Мы вышли с такой классической медийной моделью Таких, как нас, там было 100-500 других Мы увидели, что в принципе на этом рынке играть можно Но это такая борьба с маркетинговыми бюджетами И понятно, что в Америке эти бюджеты гораздо больше То есть кто больше вольет рекламу в Фейсбук и в другие платформы Надо искать другие ценности, кроме, собственно, контента и продвижения То есть что-то такое, за что пользователи готовы платить Либо временем, либо, что еще лучше, временем и деньгами Поэтому такой урок для нас с 2018 года Что очень сильно надо думать над бизнес-моделью И насколько она масштабируема, насколько она имеет внутри себя Реальную ценность для той аудитории, на которой мы работаем Дякую великую Я тогда заберу микрофон, Кали Можно Я думаю, что Виталий, не сходите Я вельмес, что после у нас будет еще могщимость поразмулять Вельмес, мать, текавых думок Мастковна от сегодняшнего и на будущенью И вельмес классный масток перекинутый до Катерины Потому что зараз мы про каштовности Поговорим и про от бизнеса до социального Але при этом объедновая гэта бодва проекта Як и больше из нас гэта то, что все гэта про людей Всем добрый вечер Меня зовут Катерина Киселева Я координатор проектов на платформе МИНА И сегодня я готова поделиться нашими цифрами, нашими итогами Успехами и выводами, которые мы сделали по итогу года Вот это наш основной цифровой итог Мы в этом году поддержали 21 социальный проект И в поддержку проектов и самих имен нам удалось собрать Более 760 тысяч белорусских рублей И важный показатель, что основная часть этих средств Была пожертвована обычными людьми Вот мы видим цифру более 85% Перечислили обычные люди со своих карт В поддержку проектов и имен А можно? Да, следующий Таких людей более 15 тысяч человек И очень важно, что у нас на платформе Уже на сегодняшний день более 2,5 тысяч подписок То есть подписка — это ежемесячное списание средств С карты в пользу того или иного проекта, выбранного читателем И общая сумма вот этих ежемесячных поступлений Уже превысила 36 тысяч рублей И это такой для нас ключевой показатель И мы его планируем наращивать Потому что это стабильный доход для проектов И для самих имен И это дает, скажем так, уверенность в завтрашнем дне Вот А можно? Да, дальше Как я уже сказала, 85% пожертвований пришли от обычных людей Но важный такой шаг в этом году мы сделали Мы стали сотрудничать и привлекать благотворительности компании Раньше мы этого не делали И вот их доля составила не более 15% И самое интересное, что мы не просто просим у компании дайте денег Мы предлагаем какие-то формы сотрудничества Постоянные и интересные и для нас, и для самих компаний Вот таким большим событием для нас стало сотрудничество Совместный проект с Альфа-банком Альфа-банк запустил услугу «Пора добра» Раньше она была доступна только для премиум-карт И там 0% от каждой транзакции Перечислялись в пользу проектов имен А буквально сегодня мы опубликовали новость Что данная услуга стала доступна для держателей карты номер один Это одна из самых популярных карт Это значит, что в благотворительности, в поддержке проектов Может принимать участие большое количество людей Для нас это тоже очень важно, вовлекать людей Что еще? Важным для нас событием стало открытие иностранных платежей В ноябре мы пошли на этот шаг И нас поддерживают уже не только сотрудники Google Сотрудники Apple подключились Ну а также простые люди из-за рубежа Держатели иностранных карт О чем это говорит? Во-первых, о том, что наш контент И наша платформа, наш проект интересен за рубежом Тут важно сказать, что мы-то иностранные платежи запустили Но законодательно принимать иностранные платежи проще не стало То есть мы обязаны регистрировать буквально каждый доллар Поступающий к нам на счет А поскольку это дело такое марудное Документов нужно собирать много Поэтому у нас появился в команде специальный человек Который занимается подготовкой документов Который относит их в департамент по гуманитарной деятельности Который их регистрирует И вот как только мы получаем удостоверение Что мы можем пользоваться этими деньгами Эти деньги будут доходить до имена и до тех проектов На которые они были перечислены Главный такой большой вывод То есть год для нас был такой непростой Он, с одной стороны, насыщен событиями И какими-то приятными открытиями Но такой большой вывод, который мы сделали по итогу Что на сегодня мы поняли, что только журналистики Только историй уже в решении социальных проблем недостаточно Потому что за два с половиной года, которые мы работаем Мы рассказали о большом количестве проблем Но поняли, что многие из этих проблем Не то, что там государство не решает Нет, каких-то некоммерческих организаций Которые бы взялись за их решение Или которые бы их сегодня решали Поэтому мы сейчас находимся на стадии реорганизации фонд Для того, чтобы имена могли запускать свои пилотные проекты По решению социальных проблем Мы будем их сами запускать Искать команду Поддерживать, растить Обучать Для того, чтобы они вырастали В самостоятельные фонды В самостоятельные организации Чтобы помощь была системной И чтобы наша идея Вот этой инфраструктуры Помощи и поддержки Она воплотилась в жизнь Все, спасибо Ирина, а какие уражения у тебя На будущий год Это все застается Будет развиваться Я слухаю Я не политолог Я в уголе Не люблю прогнозы робить Политологи не любите Але их профессия На самом рыч Со мной вельми рзаную То, что казал Виталь То, что казала Катерина Так сама И мне здаётся Что Коли мы глядим на гэты трэнды Их важно Конечно занатовывать Але на самом рыч Трэба весь сейчас Бегче на перезе На перезе цигняка Потому что Особливо у медейной сферы Все гэта вельми худко развивается Что сте сыйдзе Что сте новое прыдзе Але давайте глядеть 2019-то еще не надошел И зараз Ирина Якраз Пачала Такую тэму Формата Эксперимента И Я запрашаю Франа Ковецшорку Яки Будзе Протягивать Будзе Рассказывать Нам про форматы Эксперименты Но Как рассказывать Про форматы Эксперименты Если Не показывать А показывать Надо С правильного Компьютера Усім Привітанне Значыць Я сьогодні Будзу Гаварыць Про формы І форматы У Лічбовой Прасторы Ведэцць На самом речі Сапруды Я згодна С попередніми Выступовцами Што Прагнозы Гэта справа Неудячная Але Зажды Лёгка Падсумоваць І Хваліцца Посьпіхаме Значыць Ну Усе Асновные Падзеи У гэтым годзе Блі звязаны Не з креативнастю Я бы сказаў Нашых журналістов Ці Мэдэў А хучай З трэндамі У лічбовой Прасторы Тому што Заправду У гэтым годзе Відавочна Мабільны Трафік Пабіў Дэсктопны Трафік Відавочна Паміняліся Месцами Саціальнія Сеткі Колькась Ангажування У праз Инстаграм Переузышла Колькась Праз Фейсбук Гэта Усе Паплывала Безуліку Однакласнікаў Які б'юць Усіх І яны Выключаны З гэтэй катагоріў У прынсіпі Усі гэтэе Скачкі Яны Утварылі Хаос У редакціях Асабліва Тых, Хто працюе У соціальніх Сетках І таму Кожны справва Перастроіцца На нешта Новая Паэкспериментаваць Але я Маю Шчасті працюваць У добрачынной Організаціі Мнєня ма Чым хваліцца У пляні Лічбоў Прыбытку Мы Маєм Махчымаць Дазволіць Сабі Экспериментаваць Без Неабгоднасті Монетизація І Радоў свабода Тут Бала якраз такі У пэвным сэнсі Трэндсеттерам У нікатарых фарматах Ну і пачалі мы Год безумовна Са Сторис І гэтэй Сторис У прынсіпі Абіскав Балаў галунай падзеў Для многіх мэдэў Галунайм адкрыцьом У надновай Толькі радоў свабода Сторис Засновнага аккаунту А мы зараз завелі Четыры розны аккаунты Яно дало Двадцмільйонав прагляду І гэтэя Сторис А крамя просто Пэраходаў на сайт Мы пачалі рабіць Відея історіі Інфографікі Апытанкі Я веду, што тут баю Вогулі цешыцца Вялізными лічбамі Пэраходаў на сайт Са Сторис Сторис не толькі Відея Али Сторис анімаваныя Таксамо ў гэтым годзе Зявілася шмат Безплатных інструментов Які далі махчумысь Рэдакція Працаваць А ствараць Таннуя анімацію Без необходнаці Платіць 500 даляру За Эйдоб прэмьер Автарэфекты Такі інструменты Як Канва Крэлла Видео Скрайб Супа Квік І так далі І гэты інструменты Сапруды Сталі незаменными У многіх Беларускіх Медая Рэдакціях Разам з Инстаграм Сторис У нас Зявіліся і ГТВ І гэта Утварыла Крызіс У многіх Видея Рэдакція Гдзе працюють Традыцыйныя Журналісты Які заканчувалі Журфак У іх Галава ішла Кругам Як это так Перапаковаць Гаризантальныя Видея На вертыкальны Фармат Здзек І несправедліваць Нікаторые Рэдакція Пераламілі Своїх Видзікаў Кабрабілі Вертыкальныя І квадратныя А нікаторые Не Вось Але видавочна Што тренд Будзе працягвацца Таму што Вертыкальны Свет становіцца Вертыкальным Хочам Мы гэта Аціне Ну і у нас Напрыклад На свабодзе За пошні Некалькі тыдняў Виде набіралі Вось 400 тысіч Праглядаў 100 тысіч Праглядаў На ІГТВ І гэтае прагляды Больш якасны Чым на Ютубі Прынамсі Па працяглаці Даглядання Даканца На ІГТВ У нас Лепшыя лічбы Ну радую свабода Я не веду іншых Рэдакціў Чым Ютуб А крамя таго Свабода Як і онлайнер Бай І сіті док І тут бай Экспериментавалі З інтерактывными Жанрами А мы сабе Дазволіли Навазрабіць гульню На трох мовах Па беларуску Расейску І ангельску Пра беларускую Паліклініку Дзі Хлопчик Павінін збіраць Талёнчикі На приём Ну гэта ангельская Версія Але У яе гулялі У принципі І росейцы І було вельми класна Мы таксам Пачалі робіць Такі У Watch Party На Фейсбуку Калі можна Разам гуляць Разам глядзець Відея І ў даскусі Падключаюцца Усе падпісанты Фаны Так вось Гэта гульня Бала добрая нагодай Паабмерковаць Стан У беларускай медыциня Дзі Раскиданая Там Сандзень Ва ўсіх кабінетах Прабіцца На приём Немагчыма І гэта бедны хлопчик Павінін збіраць Зласчасныя Талёнчикі Не толькі свабода Але і многі Экспериментавалі Дзісті просты Дзісті більш складаны Фарматы Гульняў Але сутнаць такае Што Калі раней Як Ірина казала Мы думалі толькі Про трафік Лічбы Ахоп Зараз мы думаем Про ангажаванні Супольнаць І пра рэпутацію І ў кожныя редакція Ёсь два трэкі Два керункі Па яких мы працуем Адзін Набудаванні трафіку А другі Набудаванні рэпутаціі Каб нас Згадывалі Казалі Ааа Гэта тыя самы Які робять Такія класныя праекты Свабода Запустіла ўрэшці Асобны фармат Фактографа Я веду, што Фактчекінг Гэта ні навіна Першымі Напэуна былі Малішевскі Калісті Гёвра Радуя І на сайці Анті Журналіст Рабіў фактчекі Пастаянна Але як асобны праект З асобным дэзайнамі Структурай Я думаю, што Мы На свабозі перші І мы робім Некалькі разов На тыдзін Ціпер фактчекі Дзі правіраем Словы Лукашэнкі І У апошнім Ягоным высліпе Було шмат прауды Што вельмі здзівіла Ма навад думалі Сёні зарабіць артыкул Дзесяць Слову Дзесяць разов Калі Лукашэнка Несклусіў А крамя того Падкасты Падкасты Гэта вялікая Загадка Дылема для ўсіх нас Што зі містані Дакладныя Ны з'явіліся ў гэтым годзе Практыкаваў Чалы Практыкаваў Тутбай Рабіць Падкасты Што дзённыя Вельмі добрые Падкасты Атрымліваліся У Беларускіх НДА Як Центр Новых ідэяў Нешто мы спрабуваліць Рабіць на свабодзе Ліцяжка перавучыцца Традыцыйным журналістам Рабіць сучасныя Падкасты І пакуль Няма культуры Падкасту Усі експериментавалі З інтерактывамі У каго менш Сродкаў і ресурсу Карысталіся Плэйбазам У каго Больша ресурсу Рабіле Праграмавалі Самі Але ў прынцыпе Тренд на тое Каб раз на тыззінь Радаваць Падпісантаў Кам'юніці Некімі забавками Вельмі элементарными Калі можна було Палічыць Сколькі ты Гадоў жыцца Пражиў Вось То Мы гэта Рабіле Теліграм Сетка Теліграм Каналав Безумовно Новый формат Падчас Брейкінг Ньюз Ясно Што Теліграм Был і раней Раней Был і Вайбер Раней Был і Ватсап Але Такім Чынам Як працює Теліграм Раней Ніхто Ні працював І тепер І Традыцыйны Мэды І блогеры Які Володаюць Целай Импері Теліграм Каналав Маюць вялізну Плыв Падчас Крытычных Крызісных Момантаў Як гэта Было Падчас Блякавання Азовска Амора Вконтакці У студзіні 18-го года Запустіў Сваю Ласну Плятформу Для вёрсткі Артыкуло І на свабодзі Напрыклад У нас Упалі Пераходы На сайт На 30% Але вырасті На 70% Ангажуванні Вконтакці І тепер Вконтакці На свабодзі Стала Самай масавай І Асновна Пляцовка Дзі Найбільш за все Ангажуванных Ляяльных Чытачоў Гэта таксама Пералом Бо ранее Гэта Был Фейсбук І Мы пачалі Верстаць Усі артыкулы Які Зявляюць Асновны Артыкулы На сайті Верстаць Уконтакці Многі Наші журналісты Недооценюваюць Однакласнікі Вконтакці На мой погляд Я не любяць Этае слова Але Знакаміты Нехта Знакаміты Нехта На якога Звернулі Увагу Улады Цепер Зявляецца І ведучым Перадачы На Белсаці Суб'єктыў І кожная Перадача Мае У разы Два Тры Больш Прагляду От середняга На Белсаці Ну і Апошны Я тут Скончу Але Перадам Слова Тут я веду Што І Андрей Дэнько Узале Гэта Прэміем Прадукты Гэта Асобны Фармат Які Можа Быць Офлайн Той Што Робіць Наша Ніва І Прадае Гэта Часопіс Фантастычны Часопіс Наша Гісторія І мы На свободзе Паспробувалі Скапіяваць Але У дагітальній Формі Таксама Робіць Часопіс Падборка Найлепшых Найбольш Якасных Матеріала Эксклюзіву І віда Вошна Што Ёсна Гэта Попыт І Я думаю Што Эта Будзе Нау Просты Звязана У 19 Годзе Змахчумасцю Монетизацій Ну і Апошня Фраза Калі Дазволіці То я Вєру Што Я кажу Іры Наві Данава Што Нам Треба Глядзець Заранёв Што Будзе Далей Што Мы Переоцэніваем Змены Переоцэніваем Змены Які будз Прост 2 гады Али Недооцэніваем Які будз Прост 10 гады Так вось Нам трэба Глядзець Што Будзе Прост 10 гады І Такія рэчі Як Тікток Про які я Зажды Гавару Яны Могуць Паміняць Цалкам Усё Спажывання Информація Спажывання Контэнту І в принципі Працу Рэдакцію Тікток Задає Зараз Стандарт Для Маладых Людзей Дзятей Які 12-16 гаду А адпаведна Нам Рэдакціям Трэба Думаць Як Перастроіцца І што З гэтымі Дзятьмі Які Глядзяць Каруткі Тікток Стайл Виде Што Зиме Рабіць Дзякуй Дзякуй Веліке Ну і Запросім Сюды Андрэ Дэнько Я Вельми Хацела Кап'йонна Прыканцы Нам Расказавалі Ему Трэба Спяшац Андрэй Колькі Слоу Пра Нашу Гісторію Гэта Такоя Проект Цікавы Года Калі Ласка Вельми Дзякуй Што Выны Сюды Паклікалі Дзарыча Ціюс Некого Сабою Наша Гісторія У рукзаках Ціюс Тості З нашай Гісторі Я Такі Рэдактор Гэці Пришоў Па дарозі Раздаў Се Наші Гісторі Ці Прадаў Немаю Ну, нічо Страшно Ёсць Можці Мне даць Праста Пакажу Усі Миш Чай Вельми Дзякуя Наша Гісторія Ну Што Сказаць Про нашу Гісторію Сказаць Што Гэта Традыццыйны Нейкі Прадукт У мені Нейкі Не падымаюцца Рука Язык Не падымаюцца Сказаць Што Традыццыйны Прадукт Бо як можна Назваць Традыццыйным Прадуктам Тое Чого У нашай Беларускай Прасторы Раней Не было Это Новый Фармат Для Беларусі Сказаць Што Гэта Мы Сышлі У Нейкі Там Прэміум Сегмент Не знаю Таксама Наколькі Можна Назваць Гэта Лічыць Это Преміум Сегментам Калі Гэта Майя Шырокую Беларусі Аудиторию Калі Нам Удаецца Прадаваць Паперовага Часопіса Болі Чым Наколі Толкі Крэніцца Калі Степо Беларуску Болі Прадавалася Но Это Былі Зусім Інші Часы Калі Все Масава Набывалі Рукаванай Смі Причым Прадаєм Майя Го Па Высокай Цані Тут Віталь Закликаў Называть Лічбы Мы Прадаєм Яго Па Пять 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 Што Для Беларускай Рынку Панімала І што Впринципі Для такого Часопіса Німала Майяго Натхняліся Калі Яго Рабіля Натхняліся Прыкладамі З Польська Рынку З Немецка Рынку Мы Пабачалі Што Там На Немецкім Рынку Это Добра Зі Раші Зрабіць Аналогічна Рэча Але У Польщі Дапустім Там Такі Часопіса Каштують Меній Ну Это Просто Таксама Закушні Яких Наших Уже Выкривлення У рынку Але Наша Історія І Новая Новая Трэнды В Онлайне Наша Історія Це Частка Таго Як Мы Развіваєм Наш Партал Куды Мы Ідзем І Паралельна З запускам Нашей Історії Мы Запустіли Што Для Нас Важней Мы Запустіли От Учора Нарешті Про Эта Об'явіли Запустіли Ну Мы Неспеціально Мы Ні Примерковали Эта Дападведзення Выніка Угоду Расказывайте Ужо Што Вы Там Запустіли Такі Затяжкі Внутри Редакційны Мы Запустіли Платный Доступ Дапад Часткі Контэнту Нашга Сайта Гэта Наваторства Для Беларусі Ніхто Ні Веріць Што Эта Будзе Паспяхова Мні Прішлося Маіх Каліх Парэдакцій Там Ламаць Навязваць Им Волю Праявляць Діктаторскі Схільнасті Вось Алі Я Думаю Што Без Гэта Што Без Эта Тяжка Будзе Абыходзіцца Мінавіта Так Як Казал Франак Франак Мудрая Рэч Казал Про тое Што Мы Бачым Тое Што Будзе Прас Два Гады Але Нашмат Тяжэй Бачыц Тое Што Будзе Прас Десять Гадов І Вось У гэтым Сэнсі Думаю Што Прас Десять Гадов Нам Без Гэтага Не Абыстіся Што Датычыць Нашей Невы Нашей Історію Чым Наша Адрознені Ад Многих Ад Прабізнеса Дапустім Наша Адрознені У тым Што Мы Робім Прадукты На Беларускай Мове І гэта Спеціфіка І Хоць Часам Ні Каторые З Можж Будь Тые З вас Хто Не робіць Прадуктов На Беларускай Мове Тые Могуць Гэтага Не Зауважаць Але Ты Сутыкаешся Залікай Колькістю Тяжкасті Табі Трэба Піраломліваць І Стыратыпы Каланіальныя Табі Трэба Піраломліваць І Стыратыпы Пост Каланіальныя І Мы Ну Мы гэта робім Мы стараемся Так Мы Наприклад Ход Мінулы 2017 Бо для нас Нашмат важнейшим Чым гэты год Тому што В 17 годі У нас Былась Такая Рэволюція Мы прарваліся На Мы Зрабіли прарыв маркетинговым До нас пайшла масова реклама І мы пачали масова вырабляць Натывную рекламу Так І гэта было ново Так Мы показалі Мы показалі людям Што Рэклама На беларускамовным ресурсі Можа быць Можа быць Паспяховая Рэклама на беларускамовным ресурсі Можа працаваць Ні горшчым Рэклама на російськамовным ресурсі І што мы можам Рабіць рекламы Не менш креативныя Чым робяць наші калігі з російськамовных ресурсів Гэта було важна Наша історія В наступным годзі Буде што месячнай Ну а Іншія Наваціі Навінкі Відайця В нашій сітуацій Ёсь два Я ўж 20 амаль гадоў Раблю Раблю нашу Ніву Пришоў што час у нашу Ніву Калі Вся наша Ніва складалася З 4 жоўтых такіх столоў Відайць Такі булі Советскіе такіе добры Советскіе жоўтые Сталы такіе І двух Такіх же жоўтых шафоў Вось І Майя 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 Выснова З гэтага ў тым Што У конкретной сітуаціі Наша конкретная беларускага рынку Конкретной нашей беларускага аудиторі Вельми важна Не апірацжаць Сваю краіну Не апірацжаць Сваего чытача Не Аріэнтавацца на тое Што модна Ці спрацоввае На вялікіх рынках На інших рынках А думаць пра тое Што Патрэбна Што будзе Спрацовваць Тут Што тобе Прыносіць Што тобе Прыносіць Тут і цяпер І чытача І прагляды І Реакцію Вось І яшчэ раз Вельми дзякую вам За тое, што вы мене сюди Вам дзякую За тое, што вы робіце За тое, што прышлі І мікрофон аддайце Пра нашу Ніу Пра нашу Ніну А Ніна што В девятнадцятом В восемнадцятом Частка Мы пабачили Нішу У стварэні нішевых продуктов Ми тут вучыліся Ад Іри А вучыліся Ад Сітідога Добрых прикладов І ми пабачили так само Патрэбу ствараць Прадукты Для Больсь спеціфічных аудиторий Так вот Йось аудитория Допустім людзі Які хоча чытаць Пра історію І нема такого Ми стали робіць пра історію Так вот Ми пришли до нашої Ніны І мы так само патчали робіць афішу Беларускамоўнуя І так само Не знаю Не знаю Ці гэта аценять Ці гэта зауважать Але гэта Частка нашай Калі выхожця Моральнах задач Так што Каб беларускамоўнуя Маглі чытаць Эту праглядаць афішу Па беларуску Принципе тое Што мы робім Тут нема ніяких Асаблівых Таемніцт Тут нема ніяких Асаблівых алгоритмов Мы просто робім Усё Каб Беларускамоўны Чытаць Ці Беларускамоўны Слово ў беларускай реалі Яну не зусім Добра перадае Якбы Хочэць чытаць Які хоча чытаць Па беларуску У нас чытаюць Там дзясяткі тысяч Людей Які не гаворыць Па беларуску Им нема з кім Гаворыць па беларуску Так ці Не гаворыць па беларуску Але яны Хочуть чытаць Па беларуску І хочуть захаваць Ціту здольнаць Просто мы робим тое, на что наши люди хочуть робить. Сокрет нашей успеху может быть тем, что у нас время такая демократичная редакция. У нас никто не навязывая людям, что ты повинен робить вот это. Все, сегодня ты скончаешь, ты идешь в тендер, и ты живешь в тендере. Когда девчаты хотели робить нашу Нину, они робят нашу Нину. Кто-то хотел робить нашу историю, он робит эту нашу историю. Кто-то захочет робить сторонку белорусские слоны, и мы ему дозволим робить сторонку белорусские слоны при умове, что он достигнет самоокупности на протягу 12 месяцев. Наша история – это уникальная речь. Мы стали самоокупными, починаючи с другого номера. Дякую, Виолите. Ну и я приглашаю сюда Евгения Шубинского. Это начальник видеодела портала Тубай, пожалуйста. И мы поговорим о прорыве в видеоконтенте на примере вот редакции. Да. Что стоит знать обо мне? Я последние два года занимался нативной рекламе на Тубай, но в сентябре вот этого года перешел уже непосредственно в большую редакцию и начал заниматься видео. Мы сегодня будем говорить только про YouTube, потому что если будем говорить про отдельные соцсети, это будет очень долго, бесконечно, наверное. Можно следующий слайд, наверное, сразу, да. Очень быстро по цифрам. Все эти цифры по отношению к 2017 году. Время просмотров у нас выросло на 38%, количество просмотров на 61%, количество подписчиков на 73%. За два с половиной месяца, с первого октября по, собственно, сегодня мы сделали 42% от общего по просмотренным минутам за год и 36,5% по просмотру, и 33% за подписчика, по подписчикам. Что, собственно, изменилось в эти месяцы? Мы начали иначе подходить к контенту. Сейчас только около 30% трафика, трафика просмотров нам приносит портал Тубай. Все остальное – это YouTube, который полюбил наше видео, который включает нам буст и крутит, 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 крутит всю эту интересную историю. Чем больше видео, чем оно длиннее, чем дольше удержание, тем больше вы любите YouTube, потому что он начинает показывать там свою рекламу и зарабатывать, собственно, в нашем контенте. Какую-то денежку отсыпает нам, какую-то забирает себе. Мы стали делать контент для разной аудитории. Почему-то многие думают, что YouTube там только молодежь, но, как показывают, опять же, наши цифры, аудитории до 34 лет у нас порядка… Знаете, я вам сейчас прям точную цифру и скажу, я же записал себе. Или не скажу? Или скажу? Угу. Да-да-да. У нас, у нас, у нас. Да. До 24 лет у нас 21… 24,5%. До 34 лет еще 33,3. То есть у нас где-то 50% пользователей и нашей аудитории до 34 лет. Но в то же время 35-44 года – это существенная часть нашей аудитории. Что мы еще поняли? Что вырасти на YouTube только на белорусском рынке невозможно. К сожалению, это реальность, которую нужно принять. Любой популярный блогер, там, миллионник, кто угодно, скажет вам, что если вы будете ориентироваться только на белорусский рынок, ну, ваше комминете будет не таким большим. Это не значит, что мы начинаем рассказывать истории, которые вот нацелены на Украину, на Россию, на Казахстан или на Польшу. Нет. Мы рассказываем белорусские истории, но которые могут быть интересны в том числе и где-то за рубежом. Наверное, самый главный сейчас наш серийный проект, который мы делаем, это история про белорусские деревни. Мы ездим на границе, уже была Литва, Польша, Россия, Украина, вот завтра Леша поедет в Латвию. Эти видео собирают от 300 тысяч просмотров, у топового сейчас, наверное, больше 500. И доля белорусского трафика там порядка 30%. Еще где-то 25-28 Россия, 25-28 Украина, все остальное размазано там ровненько США, Польша, Казахстан, Латвия, Прибалтика в целом. Если медиа хочет вырасти, их истории должны быть именно на Ютубе универсальными. И в следующем году мы продолжим именно вот эту вот историю рассказывать. Мы все еще делаем новости, мы все еще говорим исключительно о белорусских проблемах, но в то же время мы думаем о том, а будет ли это интересно посмотреть кому-то не в Беларуси, будет ли это для них понятно. Порой это получается очень-очень странно, потому что алгоритм Ютуба думает, блин, клевое видео, там хорошая глубина, покажу его, какой-нибудь человеку в Саратове. А там видео про то, что белорусских студентов хотят отправлять в армию летом. Александр Лукашенко решил это сделать. И нам в комментах пишут там 500 комментариев от русских людей, что я, почему об этом не слышал, вы что, слышали с ума, у нас этого быть не может. Но, тем не менее, Ютуб продолжает это делать, и мы, в общем-то, в принципе и не против. Мы пробуем входить в социальные сети глубже, то есть IGTV, совершенно верно, TikTok тоже пробуем, но это пока очень так где-то далеко и странно. TikTok там 13-14 лет, вы такие все взрослые, и что там с ними делать, вообще надо какую-то фокус-группу собрать, что там интересно детям. Ну, вот у нас есть Макс Пушкин, он звезда вот этой аудитории. Он забегался на TikTok, поставил какой-то видос, и у него 200 тысяч просмотров. А там видос, типа, загорается спичка, например. Как это работает вообще, черт его знает. Но мы обязательно будем это пробовать. Вот сейчас наснимали очень странных и бессмысленных видео, как мне кажется. Там в соумо происходят всякие красивые вещи, например, расстреляется шепучая витаминка, там мука просеивается. Они вообще бессмысленные. Ну, да. Но в то же время их хорошо посмотрели на Ютубе, там 50 тысяч просмотров. Нам пишут в комментах, а в чем смысл? Мы такие, ну, да, в общем-то, а в чем смысл? Но эта история была сделана исключительно для ТикТока. Мы решили просто попробовать ее еще на других площадках, чтобы посмотреть, как она там зайдет. Вот. Но это такая терра инкогнито, которую открывать еще нужно будет, наверное, очень долго. Либо брать какого-нибудь 16-летнего СММщика, чтобы он там прям помогал и своим современным молодым мозгом, еще таким ребяческим, чего-то нам предлагал. А деньги будете платить? Ну, конечно. Но деньги к Марине Васильевне, не ко мне. У меня все. Если есть вопрос или нет вопросов. Спасибо большое. Ну, отличный старт. Мы будем пристально наблюдать за тем, что происходит с видеоконтентом. Спасибо большое. Ну, и мы переходим к следующему блоку. Немножко стараюсь убыстрять темп своей речи. У нас на, скажем так, на очереди такая тема, как бизнес и бренды, которые развивают наше медийное поле. И этот блок нам представит Николай Онищенко, директор пресс-клуба, а также чуть позже Янина Мельникова, главред медиакритики. Всем добрый вечер. На самом деле времени не так много, поэтому я постараюсь ускориться и ускорить процесс. Собственно говоря, о развитии медиаполя, о том, как бизнес на него влияет. Можно говорить и о каких-то контентных вещах, МТ-блог и другие корпоративные медиаблоги, которые производят потребительский и другой контент. Можно говорить о сотрудничестве бизнеса и медиа в плане нативных проектов. Но я бы хотел посвятить свои три минуты на самом деле одному очень интересному не тренду даже, а скорее импульсу. Мы сегодня говорим больше об импульсах года уходящего, который, наверное, будет оказывать серьезное влияние на потребление, на механизмы потребления ТВ-контента. Даже, может быть, не в следующем году, а, как вот Франек говорил, на какую-то более длительную перспективу. И так, это еще не тренд, но вполне себе импульс. Восемнадцатый год операторы услуг связи в Белоруссии развивают IP-ТВ и становятся более заметным игроком на рынке доступа к телевизионному контенту. Большая тройка это Велком, МТС и Белтелеком и бренды, которые находятся под ним, это ВОК-ТВ, МТС-ТВ и Смарт-Зала. Напомню, что IP-ТВ это технология, которая меняет привычки медиапотребления и, собственно, меняет наше представление о телевидении как таковом. Основные фишки это любой контент в любое удобное время, это такие услуги, как перемотка, как поставить видео на паузу, досмотреть потом, запись прямого эфира, когда вы отсутствуете дома и просмотр позже. И самое главное, наверное, просмотр на любом удобном устройстве. Это и Смарт-ТВ, это новые телевизоры UHD, Full HD качества, но также смартфоны, планшеты, персональные компьютеры и даже обычные телевизоры, но с помощью приставки, которая на андроиде обычно работает. Что же произошло в 2018 году в Беларуси с этой сферой? Крупные игроки, большая тройка операторов связи, которых я назвал, они продолжили укрупняться. Один только Велком консолидировал пять региональных провайдеров интернета. Провайдеры продолжили формировать привлекательные пакеты для продвижения именно услуги IPTV, которые включали и трафик. Касательно операторов сотовой связи это может быть и 3G трафик и трафик бродбенда проводного интернета. В случае Белтелекома это проводной интернет. И собственно пакеты, различные телевизионные пакеты от 60 до более чем 100 телеканалов туда обычно входит стандартный пакет плюс доступ к кинотеатрам, к библиотекам фильмов, включая очень-очень крупные кинотеатры западные, в частности в случае провайдера ВОКа ТВ. Что еще произошло? Значительное удешевление устройств сделало эту услугу в хорошем качестве более доступной. Например, обычный смарт-телевизор диагональю стандартной большой 43 дюйма хорошего качества можно уже купить за эквивалент 500 долларов такой важный для среднего белоруса цифры. Я уже не говорю про другие устройства, про собственно смартфоны, которые продолжили развиваться в плане технологий, качества картинки, качества звука, планшеты и так далее. И наконец операторы начали производить помимо дистрибуции их собственный контент, что мне кажется для медиа сообщества вообще главное. Обо всем по порядку. Если сравнивать пакет дистрибуции у ВОКа, у МТС-ТВ и у смарт-зала, то буду коротко опять же с точки зрения контенту ВОКа-ТВ наверное более-менее сбалансированные пакеты. На мой субъективный взгляд у МТС добавляется практически в каждом из доступных предложений еще больше российских телеканалов. Что важно отметить для пакетов смарт-зала от Белтелекома, там присутствует довольно много региональных каналов в предложениях для регионов. Мне уже показывают одну минуту. Качественно в смарт-зала к сожалению я нашел только 6 Full HD каналов пока что с точки зрения ценовой политики самый бюджетный вариант смарт-зала операторы сотовой связи формируют и стандартные линейки и премиальные линейки в своих пакетах. Одна минута про контент. Контентом у нас выделяется пока один из дистрибуторов Vogue TV который буквально в последние 2-3 месяца просто стартанул очень круто на мой взгляд. Тематически они делают упор на развлекательный контент понятно они пришли в ниши спорт музыка и кино. Собственно спорт это многокамерные прямые трансляции из футбольных хоккейных матчей музыка это такие же многокамерные трансляции из определенных концертов белорусских кино это белорусскоязычная озвучка популярных фильмов. Далее с точки зрения формы что предлагает Vogue TV предлагает собственный контент это озвученные по белорусским фильмам в рамках проекта CineVoca прямые трансляции о которых я сказал и они предлагают местную добавленную стоимость для международного контента например когда были олимпиады или чемпионат мира по футболу 2018 года особенно чемпионат мира по футболу они нанимали известных комментаторов точнее комментатора и блогера для того чтобы производить такие виральные видео комментирующие матчи последняя здесь вещь для позволения стратегия контентная которая просматривается у Vogue Production это совмещение онлайна и оффлайна помимо продукта телевизионного они активно делают VIP-зоны на матчах местах в которых можно выиграть на футбольных и на хоккейных они сращивают свои усилия в онлайне с кинотеатрами Welcome Cinema мы помним бренд который появился тоже относительно недавно в планах они уже ввели единый билет на кинофильм в кинотеатр и онлайн в планах начала 19-го года курсы английского с комментариями преподавателя в кинотеатрах и вообще превращение кинотеатров в такие развлекательные центры которые будут сопряжены с брендом вывода всего этого мы не можем говорить о тренде поскольку это единично успешный кейс но мы можем говорить об импульсе который на мой взгляд даст толчок дальнейшему развитию этого направления спасибо ну и мы когда обсуждали этот блок мы вспоминали кейс редбула который также начинал со спорта я приглашаю Янину Мельникову главный главный редактор и зеленого портала и медиакритики и Янина расскажешь нам про бренды которые делают контент медийный очень-очень кратко я так поняла что кратко сестра таланта здесь особенно сегодня вечером приветствуется значит да меня попросили представить этот бренд потому что я последний год с копеечками работаю главным редактором зеленого портала и приглашали меня туда для того чтобы сделать из зеленого портала ну вот собственно чтобы мы стали медиа и перестали быть просто информационным ресурсом НГОшных зонтик НГОшных экологических организаций и на самом деле то что вот мы оглядывались на уходящий уже год в 2018 и поняли что эта история это брендовая история по большому счету это то чем занимались не только мы но и другие очень разные информационные ресурсы в том числе там например МТ-банк сделал свой МТ-блог да ребята наши коллеги работали которые работают в зеленой тематике та же Багна к примеру или тоже Минское велосипедное общество из своих маленьких информационных ресурсов старались сделать полноценные медиа и в первую очередь для этого они искали пути выхода на новые аудитории они искали возможности для производства разнообразного контента они искали сам этот контент искали его на стыке интересов своих старых аудиторий и новых аудиторий и тут наверное пожалуй самое важное то что в эти команды часто набирались профессиональные журналисты но не только они и на одном из медиатоков здесь в пресс-клубе я от коллеги которая занимается редактированием МТ-блога услышала такую фразу почему мы все это затеяли потому что нам просто поняли что нам проще сделать свой классный контент упаковать его так как мы хотим и донести его до той аудитории до которой мы хотим чем договариваться с медиа договариваться с журналистами и на самом деле это действительно так с нами непросто договариваться часто общий язык не находится но я могу сказать что и тот и другой путь и тот по которому пошел МТ-блог банк когда создал МТ-блог и когда они сами делают свой контент и тот по которому пошла зеленая сеть когда была полностью практически полностью заменена команда тех кто занимался контентом и продвижением и она нанята собственно журналистская команда они могут быть успешными и если говорить про цифры то вот уходящий год ноябрь месяц нам сейчас принес больше 110 тысяч уникальных посетителей и для зеленого портала который был всегда специфическим экологическим медиа это конечно большое достижение декабрь у нас будет еще больше мы в этом уже уверены и в общем-то вот этот тренд на то что поставщиками контента в том числе и для других крупных ресурсов медийных становятся узкоспецифические нишевые издания либо вообще информационные ресурсы то что даже раньше и медиа не называлось я думаю что в следующем году он будет сохраняться и сегодня много говорили про то что крупные медиа стараются идти в какие-то нишевые вещи и искать там какие-то специфические интересы аудитории так вот последний год с хвостиком я жила в ситуации когда маленькая нишевая довольно специфическая для узкой аудитории медиа старалась выходить на широкий простор и в общем повторюсь еще раз да это может быть удачным опытом и этот опыт можно я уверена что его можно использовать и делать из нишевых ресурсов довольно успешная интересная медиа для довольно широкой аудитории спасибо спасибо большое ну и мы идем дальше мы хотели бы сегодня поговорить вот вскользь франок затронул да тему белорусских инфлюенсеров которые набирают вес представляю вам Федора Павлюченко ресурс реформация да да он работает здравствуйте у меня будет ну как очень странная наверное странная презентация но я для начала хотел бы определиться с терминологией потому что ну то что мне нужно то что меня попросили рассказать на мой взгляд это такая размытая совершенно тема кто такие белорусские блогеры что такое байнет кто вообще все эти люди инфлюенсеры какие-то опинион лидеры и прочая ерунда коротко скажу что это на мой взгляд люди которые вышли из какой-то частной инициативы развивали свои проекты на платформах в социальных сетях либо делали какой-то свой стендалон блок это немножко на мой взгляд противоположно тому как работают СМИ то есть когда собирается редакция и создает продукт в онлайне либо в оффлайне так стертая ага ну вот первый вопрос у меня к вам чтобы немножко заинтересовать то о чем я буду рассказывать это вообще кто все эти люди угадайте социальную сеть второй 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 тоже ютуб нет ну давайте вот просто честно себе признаемся что я думаю что половину этих людей вы точно не знаете ну то есть каждый из нас живет в какой-то социальной сети и нужно быть слишком уже продвинутым профессионалом чтобы их прямо сходу всех узнавать я например составлял этот список я половины не знаю немножко про цифры действительно первый был ютуб это авторы во многом авторы я не включал туда сми или бренды это люди которые начинали видимо как я и говорил с частной инициативы но доросли до охватов сопоставимых с не знаю с крупнейшим белорусским порталом тутбай то есть какой-нибудь Влад Бумага А4 с подписчиками там по 4 миллиона это много и я бы еще отметил что все эти топ-блогеры они не развивают контент для белорусов они работают в конкурентной среде на международном рынке и они работают с международной аудиторией как правило на том языке на котором говорят соответственно русскоязычная аудитория ну просто для того чтобы кто не знает представляли как это вообще все выглядит какие цифры на самом деле много подписчиков там не знаю Азаренко это мировая звезда да Галыгин там на российском рынке известен и так далее я подобрал еще страницы фейсбук потому что у персонали фейсбук немножко другая механика подсчета честно говоря я первого даже не знаю кто это да-да-да я просто признаю что если вдруг вы не знаете то я только когда составлял я понял кто это и так далее ой да инстаграм ну легко узнается по Виктору прокопене потому что ему кто-то подарил 3 миллиона подписчиков ну ладно тоже для ознакомления информация о том чем пользуются белорусы все это знают но так чтобы примерно опять же представлять кто где находится по Симилровеб самая популярная сеть ВКонтакте дальше Ютуб Одноклассники Инстаграм Фейсбук Твиттер и на мой взгляд удивительно что порнхаб менее популярен ну ладно по событиям в белорусском интернете в 2018 году это очень субъективно все это то что на мой взгляд важно было у нас приняли фактически но мы будем подробнее про законодательство да-да я очень корошка просто то что касается блогеров приняли новый закон о СМИ сейчас мы практически все кто здесь сидит блогеры то есть у нас единственное интернет-издание это сайт советской Белоруссии и соответственно все мы в принципе так или иначе к блогерам относимся я бы еще затронул тему того самого незаконного изготовления и распространения информации потому что это не урегулировано у нас настолько чтобы быть защищенным работой в интернете и все блогеры так или иначе могут быть притянуты за уши к этой статье были такие случаи в марте я думаю все знают в Бресте осудили блогеров только за то что они вели трансляцию в Ютуб и в Фейсбуке видеотрансляцию с проходной завода им за это дали штраф а потом правда отменили и второе на мой взгляд важное событие это то что власть начала разговаривать ну такое ощущение как будто она разговаривает со святым духом там с анонимами да то есть у нас появилось огромное количество инсайта летом в телеграме это в первую очередь низыгарь там было много бреда но процентов 5 было настоящего полноценного инсайта я думаю что белорусская журналистика отвыкла от такого продукта у нас давно власть не коммуницирует никак с журналистами со СМИ так чтобы выдавать какие-то секреты свои на мой взгляд было настоящее событие прорыв когда много закрытой информации появилось в анонимных блогах и то как президент комментируя сочинскую встречу разговаривал с анонимами на мой взгляд это вообще феноменально я просто пытался себе представить жителя небольшого городка или там бабушку в деревне которая слушает это интервью и не понимает о чем он говорит то есть с кем он разговаривает ну то есть на мой взгляд это событие и это на мой взгляд стало толчком для развития телеграм-канала в Беларуси то есть это как такая ну в общем-то довольно провинциальная тенденция когда что-то начало работать и часть белорусских блогеров бросилась в эту тему на самом деле оправданно бросилась и вы знаете самый наверное популярный телеграм-канал Беларусь головного мозга все у них хорошо как и у Кокубай тоже по тенденциям и про само блогерство в Беларуси на мой взгляд может быть это тоже субъективно получается такая ситуация что у нас сформировалось такое ядро жирных богатых блогеров у которых огромная аудитория и относительно большое количество людей у которых маленькая аудитория это очень похоже не знаю может быть на новостной рынок когда есть один большой портал и все остальные очень маленькие и вот как бы деньги которые можно заработать на на своей площадке они размазываются жирно по топам и мало что достается маленьким бодрым блогерам еще одна проблема я не думаю что ее вообще кто-то обсуждает но то что блогеры получают деньги за размещение рекламы в своих блогах пытаются заработать на онлайн площадке своей на мой взгляд это противоречит назовем это так белорусскому законодательству то есть просто прицепиться хотя бы к тому что зарабатывать деньги в интернете ты должен размещать свою площадку на белорусском хостинге ну может под статью подвести 99% белорусских блогеров то есть если цепляться к таким мелочам то можно дойти очень далеко на мой взгляд этот вопрос неурегулирован и требует обсуждения как это все будет работать бутерблогерство это вообще такая хохма многие блогеры ходят для того чтобы поесть бутербродов бренды этим пользуются я думаю что многие пиар-специалисты здесь в том числе присутствующие знают как это работает и как мне кажется начали появляться наконец так называемые нишевые блогеры именно на локальном рынке то есть когда люди делают локальный продукт по каким-то просто по локальным вещам в первую очередь что приходит в голову это фуд-блогеры когда это очень завязано на локацию на рестораны которые открываются на их обсуждение тестинг и так далее и еще наконец-то на мой взгляд появляется потребность в аналитике то есть непонятно как считать охваты непонятно как считать эффективность размещения рекламы либо там сотрудничество с блогерами я видел как это делают пиарщики рекламщики они просто берут суммируют аудиторию которая циферка подписчиков приглашают условно 10 блогеров суммируют их аудиторию вот вам охват ну то есть это конечно очень смешно это где-то там детский сад какой-то если вы хотите мы можем еще что-то обсудить по этому поводу я только хотел бы привести один маленький кейс который на мой взгляд характеризует то как вообще работает благосфера или как работают блогеры многие ли из вас слышали буквально полгода назад про тиму белорусских ну сейчас наверное слышали но вот у нас один только человек который хотя я очень сомневаюсь потому что я подробно полез и изучил когда же он стартанул это совершенно на мой взгляд феноменальный случай человек начал заниматься музыкой в декабре 2017 года ровно год назад к сентябрю к августу 2018 года буквально с несколькими песнями он вышел в топ вконтактика по музыке в СНГ и когда это было буквально октябрь наверное месяц он собрал достаточно большой зал зал репаблик в Минске с поклонницами которые рыдали на его концерте я видел видео это просто потрясающе то есть это ну первый раз собрал и просто это потрясающе там 14-летние девочки которые рыдают для них это настоящая звезда то есть человека вообще никто никакой рекламы ничего это просто какой-то слой невидимый знаете как подземная река которая течет и она выносит на поверхность таких людей которые потом я не знаю в Ургенте выступают да у меня все спасибо огромное потрясающе есть я предлагаю выйти сюда не уходи скажи пожалуйста а как происходит и происходит ли и насколько это успешно взаимодействие сотрудничество вот этих инфлюенсеров блогеров и медиа то есть какие ты видишь тренды вот в этом я вижу такую ну может быть размывание что ли профессии журналиста и тут даже не сотрудничество инфлюенсеров и блогеров и медиа конечно медиа берут сюжет у блогеров у инфлюенсеров то есть эти люди как как фильтр что ли который отфильтровывает то что будут читать то что не будут читать но в то же время они размывают сам сами стандарты то есть это получается такая экономика модно сейчас говорить экономика впечатлений эти люди продают впечатление медиа старается работать с тем же форматом и как бы ну по моему многие дискредитируют просто информационный продукт может быть я не прав но у меня такое мнение ну как мы никуда от этого не денемся то есть это уже новая реальность я спрашиваю потому что часто встречаемся мы что медиа используют инфлюенсера в том числе до сведи своего продвижения но беларуси пока с этим как-то не очень ну есть уже примеры не знаю тонма только это как человек который инфлюенсер там блогер и активист да я думаю просто они будут в какой-то момент ну как но нет они как бы идут идут к одной точке это всегда будет большой бизнес частная инициатива такая она не может долго держаться на энтузиазме да спасибо тебе большое я почему еще вышла и не ушла потому что хочу добавить франок ушел да ушел поэтому я вместо него добавлю что подготовлен начался сделан очень интересный международный проект который посвящен именно блогерам инфлюенсерам он интересный потому что он аналитический там видна вся картина видно как на что они влияют и в белоруссии вот где-то в середине января он будет презентован надеюсь что здесь и чтобы вас позовем на это то есть это вот мне кажется тоже очень интересная штука а сейчас мы передаем микрофон павлику быковскому потому что он обещал рассказать про российское влияние которое становится все более заметным вот ну я прошу все на всех наших спикеров немножко ускоряться потому что мы категорически не укладываемся в наш тайминг но очень интересно я надеюсь всем тоже ну давайте тогда гортать одразу по перше у нас вельми складано по социологичных и пытаниях заразуметь люди глядя из российской это или большиня цены глядяць белорусский гибридный канал который российский и белорусский то бы той канал яким белорусское керавництво можжа менять контент насам рэч замест нтв у нас глядяць нтв беларусь замест артер ртер беларусь и так далее и так далее и это важный фактор другий момент давайте далее а у агульным доступным пакете тали баченне вы можете пабачить даволе шмат российских каналов а ле а калли давайте далей калли мы паглядзем кожны згих то гэта все пера важна гибридные каналы а ле у их вельми мало белорусского контенту и завернем увагу на некоторые дробные речи можно можно ранее крышечку так рт-р белару тут рт-р беларусь а новости беларуси за 10 хвилин да вестей российских а гэта видавочна што укладается у той момент калли аудитория просто не зауважать бау 14 гадзин идуть вести а без десяти ну хтос нагадается уключаться у гэта момент телевизора глядзим о нт тут па иншему зарабили спачатку идут главные новости это российские федеральные новости а потом мясцовый додаток наши новости далей а телеканал ств тут якраз новины белорусские али контенту вельми вельми шмат российского причем а это контент часом довольно своясабливый как самые шокирующие гипотезы и так далее все что вы хотели доведаться про сусветный заговор вы там доведаетесь далей а нтв беларусь беларуске тольки чп бивай беларуске только с дарой не пакульшта может быть буди болей кристальники интернета и телебачення ну вось нажали у нас тут нема михаила дорошевича можно было бы поглядеть больше статистыки вось гэта тое что мы можем поглядеть интернет аудитория так сам а глядеть телевизор але но тут вам не бачно тут крышку на слайдах это згубилася 52 отцотки кристальника интернета глядеть и шее телевизор и максима глядеть с допомогой золотовые и так далее и так далее не буду заниматься рекламой розных провайдеру давайте стали далей а интернет кристальники кали мы поглядзем яндекс новости то это ресурс локализованы для беларуси и он ведая где мы находимся и он пропануя нам новины и гэта интегрована с иншими продуктами яндекса табак кали я уже знахожусь в космосе яндекса то я могу выкликать такси я могу куплять билеты и так далее и так далее и читать новины поглядзем якие новины а вот эта подборка рубрики политика на сёняшнюю ранецу поглядзем сюжет про президент потребовал бюджет без люфтов и зазоров давайте далее ну просто у меня нема кнопочки на у вас а я сабиста настрою первого показа новин с певных крынец и у меня казалось сюжет ад складаец с советской беларуси а гэта на пауна белта далей у нас идуць инши и серот иншах обовязкова заявляется спутник российский канал давайте далее кали мы поглядзем галонный сюжет то тут таксама ездаволе забавная штука полиция брюсселя применила водометы на антимиграционном марше мы нам пропонуется поглядеть беларусские новины замежные новины и инши экраницы про гэта же и прыгэтым описанне тое что люди худчай за все прочитают идея но тут у вас не буди бачна известия а тут в подборке беларусские телеканалы в эти дали на яндекс новостях можно настроить крынецы ад куль вы хотели бы отрымливать новины гэта реально працую але на ураці шмат хто с аудитория гэта робець а теперь загзернем на гугл новасти гугл новасти не ведая што яснуя краяна беларусь в гугл новастях аутаматычна мы трапляем в категорию россия и беларуская тут тольки на дворе тут вам не бачна ли тут на дворе в минску минус 4 градуса пропануяцца вытседалей тут можна таксама абраць пауны темы и крынецы алеся рот крынец пера вага российским вось у меня наприклад ёсць такая подборка все что пишут про александра лукашэнку видовочен што беларуские медиаи пишут про их участей але в подборце тут амаль одни российские але кали мы открыем мобильный мобильник и паглядзем гугл пошук то тут уже инши подборка и гугл пошук вот знай шоу тут бай он перше што пропановал почитать я думаю што тут ёсць розны вырашэнне для мобильных процесаваннеў и для самой сторонке гугл новасти алехэта свечыць про тое што тема нет процаванная давайте дарей кали паглядзець медиа метрикс пра што новины расшариваўют эта доволе тікавая рэч и она часам вельми-вельми раздражняе редакциў але тут ёсць и рейтинги керувников держаў мы не будзем паунасць ёдэверяць медиа метриксу бо зараз шмат які российскі ресурсы працуют там не толькі алгоритмы але еще и людзе не што пачали подкручаваць але ўнас пакульшта паказываецца што александру лукашэнкова в Беларусі більш популярна, чим Путин давайте дарей кали паглядзець российскі медиа якое место займаўцца рот расшара ў благосфере то бачна, што яны не укладаўцца в топ-10 тут все ж таки беларускі агрегаторы руляць яны на перших позициях давайте дарей але кали мы паглядзим а пытанни, на жаль их вельме мало зараз проводятся то российскі медиа все ж таки крастаюцца доволі великим довером давайте дарей але ўплыл може проявляцца не толькі тэм, што мы читаем минавито крыницу российскі медиа, мы можем читать іншіе выданні які спасылаюцца на российскі медиа, вот тут вот така посылка на спутник спутник раней адпрацываў, адзін з першых адпрацываў тэму, што беларускі ўрад пранёс ўдаззін выпытку выходные дні, на ягос паслалісь рані спутник мае і беларускамоўную версію, і ў прынцыпе гэта версія не выклікае, калі не ведаць ўсей перад гісторы, не выклікае некага такого адтаржэня ў беларускамоўной аудыторы давайте далі, гэта все, ну і гэта значок паказываць, што калі што гэта презентація вам даступна, можа быць ёсць пытанні, але рухаўмся далі Такое пытанні, а што, як вы ацэніваеце Яндэкс район, які прышоў да нас не так давно? Я думаю, што гэта пашырэнне космаса Яндэкса, это добра с одного боку, с другого боку кепска я не кажу, што ў вогуля росіські уплывута кепска, я кажу, што это ёсць калі заходзець гэтага, то Яндэкс район – это іще адна махчымасць гіперлокальных навін і гэтак далі, гэтак далі з другого боку, шкада, што нема такога беларускага ресурса Дякую У нас зараз вельме уже мало шансу, тому замечание, замечание Пожалуйста, очень коротко Возвели в заблуждение, на самом деле, гугл-ньюз знає беларускі новости, прекрасно настраивается просто набирать в локалі русский язык в скобочках Беларусь, а не просто русский язык России Ну, тубак, треба, каб карыстальнік Тубак, треба, каб карыстальнік пайшоў ў наладкі і пачаў гэта шукаць Ну, натуральна, што в наладках можна шмаць, што памяняць Але большыць карыстальнікаў натуральна гэтага не робець Дякую Все, спасибо, Павлюк, большое, мы будем двигацца дальше Следующий у нас блок уже, наверное, много раз проговорен, он известен это перемены в законодательстве я прошу дискуссию продолжить после Александр Жук, юрист и компанию ему составит Марина Золотова главред Тудбай Марина, просим тоже ну да, почему нет Пожалуйста, итак, что у нас что у нас в этом году в законодательстве, Александр? Да, я постараюсь побыстрее у нас в законодательстве с 1 декабря на самом деле то есть все очень свеженькое прежде всего у нас определили понятие сетевое издание интернет ресурс определили настолько неудачно, что у нас в принципе теперь под интернет ресурс попадает любой ресурс, поскольку у нас любой ресурс распространяет массовую информацию поскольку массовая информация это любые сообщения и материалы так что я вас поздравляю все вы ведете интернет ресурсы но это совсем не страшно потому что многие интернет ресурсы на самом деле попадают под иностранную юрисдикцию в частности если у вас там допустим страничка в фейсбуке или какая-то группа вконтакте это все-таки пока вотчина зарубежного законодательства но как мы знаем на примере российской федерации Роскомнадзор вполне успешно предъявляет требования к зарубежным корпорациям и многие из них в частности гугл платят штрафы довольно большие а значит следующее нововведение ну да я уже сказал что любой ресурс может быть признан распространяющим массовую информацию по смыслу закона третье у нас введена ну пока мы говорим да наверное изменение свежее добровольной регистрации сетевых изданий то есть что это означает это означает что если вы хотите скажем так как пользоваться преимуществами закона о СМИ вы регистрируете сетевое издание если не хотите то вы остаетесь в рамках интернет ресурса и тоже несете ответственность да потому что у нас по кодексу об административных правонарушениях за получение ну скажем так за нарушение законодательства вы можете получить предупреждение от Мининформа ну и собственно говоря второе предупреждение уже влечет наложение штрафа а далее лишены прав СМИ интернет ресурсы которые не зарегистрированы как СМИ а их работники журналистского статуса вот соответственно вы с одной стороны не подчиняетесь ну скажем так вы не пользуетесь этими преимуществами но с другой стороны вы скажем так не должны проходить эту достаточно долгую длительную процедуру регистрации сетевого издания ну в принципе при там соблюдении определенных формальностей наверное это не так сложно но все таки скажем так определенные усилия надо прилагать и последнее что наиболее часто и громко обсуждается это положение об обязательной предварительной идентификации комментаторов то есть у нас теперь интернет ресурс обязан идентифицировать комментаторов по номеру телефона скажем так есть ряд вопросов ну например нам поступают жалобы обращения иностранных дружественных граждан поскольку они не могут зарегистрировать на свой иностранный номер ну не могут зарегистрироваться в качестве комментатора на свой иностранный номер с чем это связано пока еще не известно вот а также есть ряд можно регистрироваться я соответствую на 5% с российских номеров а вот из из европы пока не получается с литовской да ну тем не менее у меня есть информация что да ну собственно наверное у меня пока все я был максимально краток спасибо александр спасибо большое за обзор марине микрофон мы тогда передаем и просим прокомментировать спасибо да получается что вот александр сказал вот как это было задумано а я могу сказать немножко о том как это уже реально работает добрый вечер всем и спасибо что досидели вот уже почти сколько уже девять часов ой 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 я на самом деле еще очень коротко хотела сказать еще немножко понагнетать и вообще это неправильно что ну это немножко неожиданно потому что обычно я не нагнетаю а ну и получилось так что в начале у нас было много всего такого ого-го эгегей какие все молодцы очень круто но это на самом деле так и я очень рада и за нашу ниву и за свободу потому что действительно ребята в этом году сделали очень много всего крутого и вот наша нива не побоялась и ввела пейбол эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ на это, мы должны все равно делать то, что нам нравится и делать так, как считаем нужно, так, как считаем правильно. Вот. То есть, вот изменение закона СМИ, да, это давно было запланировано, причем я думаю, что многие из вас даже понимают, откуда конкретно растут вот чья это была инициатива, кто конкретно за этим стоит. Кто постоянно напоминал, а вы уже получили статус СМИ, а почему вы еще не получили статус СМИ, да. Вот. Потом вы, конечно же, все заметили, что в начале года сменились руководители главных государственных медиа. И ну вот как пример, да, вот Якубовича в Советской Беларуси сменил Дмитрий Жук, ну и там поменялись руководители главных телеканалов, более молодые, более энергичные. Дальше у нас появилась энергичная девушка из Могилева в государственном агентстве Белта. И, наконец, еще одна энергичная девушка, видимо, ну, не знаю, это начальник идеологического управления, главного идеологического управления, администрация президента, Ольга Шпилевская. Вот. Вы помните, в начале года, 25 марта 2018 года, все мы с энтузиазмом отмечаем, как вот получился такой классный праздник у театра оперы и балета, День воли, и власть не ставила палки в колеса, и вроде как все здорово прошло, и, наверное, были какие-то ожидания, что дальше будет интереснее, что на фоне какой-то российской угрозы власть осознала, что, наверное, есть смысл налаживать диалог с общественностью, но все это как-то быстро свернулось и пошло совсем в другом направлении. Вот. И это, конечно, это, конечно, очень сильно расстраивает, да. Что касается государственных медиа, то, конечно, перед ними стоит задача там укреплять вот эти государственные позиции, там дальше продвигать белорусскую государственную идеологию, все такое, да. Вы можете видеть, наверное, что там та же советская Белоруссия регулярно делает стримы, вот они, например, показывали, как встречаются презентацию очередного танколета, но это не единственный был стрим, да. Вот. То есть они действительно здесь делают какие-то активные телодвижения, в общем, это на самом деле правильно, потому что, ну, чем больше активности в медиа, тем лучше, неважно, государственные это медиа или не государственные. Вот. Но дело в том, что за вот всей этой активностью просто становится очевидной такая агрессивная борьба с конкурентом, да, то есть когда в конце концов государственные, ну, государство осознало, что да, вы же, конечно, смотрели вот это вот интервью Маркова с Дмитрием Жуком, и Марков там признал, что, ну, точнее, он призвал Жука признать, что в первой десятке самых популярных интернет-ресурсов в Беларуси нет государственных, вот, то есть если они даже на государственном уровне это признают, конечно, это не может не вызывать такой агрессии и желания каким-то образом этого конкурента победить, то есть понятно, что с телевидением разобрались очень давно, с печатными СМИ разобрались тоже относительно давно, но вот наконец добрались до интернета, да, то есть мы все переживали в 2010 году, что, а, ну вот, там 60-й указ президента, помните, это было, да, все, капец, ужас, но как-то спокойно мы вот эти вот 8 лет продержались, и тут новые угрозы в виде поправок в закон о СМИ, одно у нас сетевое издание уже есть, государственное, как было сказано раньше, СБ Беларусь сегодня. Мы, скажу откровенно, очень много раздумывали подавать документы на регистрацию, но в данный момент все-таки собираем документы, будем пробовать регистрироваться, вот, что касается второго вызова обязательной идентификации комментаторов, тут уже можно, две недели прошло, уже можно называть какие-то конкретные цифры, и цифры такие грустноватые, потому что количество постов уменьшилось где-то на треть, то есть если у нас в конце ноября в конце ноября у нас было порядка десяти тысяч постов в сутки, сейчас у нас порядка чуть больше шести тысяч постов в сутки, вот, хорошая новость в том, что читать комменты меньше не стали, вот, то есть если у нас там в за первые две недели декабря и последние две недели ноября и там еще какие-то сопоставимые периоды двухнедельные получается сопоставимое количество уникальных посетителей на форумах на ТоксБа я имею ввиду, да, то есть даже первые две недели декабря оказались более ну урожайными что ли, то есть 750 тысяч уникальных посетителей было на форуме, но как бы очевидно, что если постов становится меньше, то и читателей этих постов будет меньше, вот я конкретные циферки сейчас назову то есть люди пошли у нас активно регистрировать номера телефонов чуть меньше 7 тысяч зарегистрировалось но для иллюстрации вот в ноябре у нас 14 тысяч пользователей оставило 400 тысяч комментариев с 1 декабря ну то есть вот в два раза меньше период за две недели 4 тысячи пользователей точнее 4 тысячи 300 пользователей оставили всего лишь 107 тысяч сообщений ну вот вот такой модераторы волнуются что они наверное останутся без работы вот ну и наверное про комментарии все и ну на самом деле мне непонятно правда почему в ситуации в нынешней ситуации власти решили разобраться конкретно с белорусским медийным полем потому что ну к примеру там не будут комментировать на белорусских площадках будут комментировать на иностранных площадках это просто настолько очевидно потому что вот ребята до меня говорили о том насколько там популярны российские интернет ресурсы насколько там активно ВК одноклассники насколько много насколько белорусские блогеры ориентируются на российский рынок так но то же самое будет с комментаторами они просто уйдут на какие-то русскоязычные площадки вот российский почему это не будет российский вот с российскими комментаторами все будет в порядке нет никаких проблем чтобы зарегистрировать зарегистрироваться с российского номера то есть если люди сидят на работе вопрос введения номера телефона их вот абсолютно не будет волновать другое дело если это рядовой пользователь которого ну который раздумывает оставить свои личные данные или нет и слушайте здесь еще такой момент ну тоже абсолютно очевидный никогда комментарии не были анонимными это была ну фейковая анонимность потому что вспомните буквально там может пару лет назад была ну просто это была такая самая яркая история когда на наших форумах когда вообще на форумах у нас регулярно друг на друга подавали в суд из-за там каких-то обидок никогда не было проблемы вычислить комментаторов и все это нашим законодательством давно было предусмотрено вот а самый яркий был пример это когда сотрудники милиции подали в суд на какого-то драматурга который у нас на форумах пожаловался на то что там как-то по-моему милиционеры обидели его жену или что-то такое или там как-то не помню точно но вот тогда был конкретный судебный процесс и парень понес привлекли к административному наказанию ну вот все но я на самом деле я же оптимист а естественно про дело Белта я не сказала но как бы оно так все понятно у нас впереди будет блок под названием потери года поэтому хорошо но в общем я на самом деле оптимист и хотела сказать что я верю в то что мы справимся со всеми сложностями и все у нас будет хорошо и ну будем дальше в авангарде как сказала Ира бежать впереди поезда главное чтобы этот пост все-таки нас не задавил правда вот ну ладно все спасибо я надеюсь Анна еще не ушла от нас очень интересный блок я думаю всем медиа менеджерам он безумно полезен реклама в медиа Анна Шутова коммерческий директор маркетинг бай добрый день если честно довольно странно мне кажется нелогично после Марины снова возвращаться к теме денег да мы перешли вроде как к проблемам настоящей журналистики опять возвращаемся к тому как заработать я молниеносно просто об этом расскажу на самом деле еще в конце этого года рано говорить о том на чем зарабатывали наши медиа в этом году все данные будут известны примерно в конце января начале февраля я сегодня пресс-клубу предложила сделать встречу на которой медиа менеджеры поделятся структурами своих прибылей потому что так поступают все взрослые люди так поступают все взрослые ассоциации я надеюсь что мы до этого уже дозрели и поделимся пока я просто запросила у крупнейших сейлс-хаузов то есть тех компаний которые являются посредниками между брендами и редакциями о том что рекламодатели покупали у медиа в этом году больше всего они обозначили ну в общем-то хиты медианого рынка я их перечислила здесь это ну на первом месте будет все-таки баннерная реклама видеореклама набирает очень серьезные объемы что подразумевается здесь под видеорекламой это инпейдж-видео то есть видеоролики которые встраиваются в страницы технологичная медиа реклама то что мы знаем под названием программатик да это рекламная сеть Яндекса и Гугла ну и конечно рекламодатели все еще не то что они больше внимания стали уделять все еще уделяют внимание спецпроектам нативной рекламе то что мы здесь называем нативными статьями да и ну собственно медика действительно становится разнообразнее и интереснее это прошлый год данные за прошлый год как я сказала в этом году еще таких данных нет как видим баннерная реклама по-прежнему держит свой красивый розовый сегмент пиар из статьи составляют 24% на втором месте здесь я просто хочу сделать такое серьезное предупреждение медиа менеджерам потому что пиар спецпроекты нативная реклама в Беларуси сегодня начинают стагнировать об этом говорят многие медиа менеджеры в разговоре со мной очень многие клиенты и бренды они говорят что новых идей больше нет они не хотят больше платить много денег за имиджевую рекламу то есть нативная реклама преподносится сегодня редакциями как имиджевая этого уже недостаточно все хотят денег здесь и сейчас трафики в магазины трафики на сайты вы с этим столкнетесь в следующем году редакции начнут прогибать на лидогенерацию назовем это так то что называется на языке менеджеров продажам вы должны будете генерировать им покупателей крутитесь как хотите это наше будущее крупнейший сейлс-хаус интернет-авэ просто показал структуру самых популярных баннеров к сожалению здесь ни хрена не видно я могу вам только сказать что классика остается самой популярной то есть наши баннеры 240 на 400 и вот эти верхние растяжки это самые покупаемые позиции на белорусских ресурсах можно следующий и это блочок от второго сейлс-хауса веб-эксперта здесь мы видим ну собственно тоже доли где-то тут вот был фулл-скрин да в мобайле при переходах на мобильной версии сайтов рулит фулл-скрин то есть то что мы на самом деле наверное больше всего не любим когда реклама сразу прикрывает весь контент но пока что белорусские бренды любят эту рекламу да в десктопе там 30 процентов все еще классика большие и 240 на 400 можно следующий ну здесь собственно показан по данным веб-эксперта доли на десктоп и мобайле вот уже кто-то говорил по-моему в начале франок что мобайл обгоняет десктоп нет десктоп пока еще сохраняет свои позиции мобайл все еще про медиапотребление но он по-моему упомянул о том что мобильный трафик превышает пока что еще не превышает то есть они еще не сравнялись да это цифры по рекламе ну понимаете если бы они превышали то вы понимаете что была бы другая корреляция да ну я думаю что эти графики не очень там всем нужны можно просто посмотреть на последний слайдик это глобальный прогноз компаний Zenit о том куда пойдут деньги в 2018 году по сравнению с 2021 годом можно увидеть вот эта вот оранжевая фигня это прогноз на 2021 год вы видите что телевидение все еще сохраняет такую серьезную долю кстати в Беларуси телевидение в этом году приросло немножечко на 7% плюс то есть мы можем говорить о том что телек не смотрят но телек смотрит рекламодатели по-прежнему вливают туда деньги лидирующими брендами остаются лекарства ритейл ну понятно евроопт гипа и же с ними и третье это продукты питания ну собственно естественно интернет дышит в спину и будет в общем-то прирастать к 2021 году заметьте что появился такой канал как cinema это кинотеатр и это не онлайн кинотеатры а стационарные кинотеатры которые сейчас отъедают рекламные бюджеты и это будет продолжаться потому что в Беларуси кинотеатр будет появляться еще больше не только в Минске но и в областных городах на что тут еще указать на то что кстати газеты и журналы то есть принт сохраняет свои кусочки но конечно к 2021 году он свои доли терять будет то есть все-таки принт реклама она ну снижается не только в Беларуси это глобальный тренд ну вот собственно и все я надеюсь что после того как здесь в пресс-клубе мы постараемся собрать данные о структуре прибыли мы получим какую-то целостную картину о том на чем зарабатывает медиа пока что они зарабатывают очень по-разному кто-то на ивентах кто-то в основном лайфстайл на спецпроектах и нативной рекламе кто-то исключительно на медийной рекламе программатики то есть все очень по-разному каких-то четких ориентиров сегодня нет ну вот соберем и посмотрим спасибо спасибо большое ну вот оно нелогичный перескок обратно нелогичный у нас получилось да совершенно на самом деле медиаток живой организм и он как хочет так себя и ведет в общем-то сегодня я тогда попробую вернуться немножечко к Марине да к Марине спичу и Марина задала такой вопрос ну а зачем если и так идентификация была а зачем ну мне кажется что здесь довольно понятно зачем потому что задача на самом деле была не в том чтобы идентифицировать извините если дому признашу потому что как ты правильно сказала это и так делается мне кажется что задача здесь была и она как бы продолжает стоять в том чтобы у пользователей так же как и у медиа больше включалась самоцензура чтобы люди рефлексировали на то что за ними смотрят чтобы они думали что они пишут мне кажется что вот это все-таки реализация задачи контроля которая стоит и вот то что ты до этого говорила я вот отношусь к твоему спичу потому что это очень-очень близко ты говорила про то что потеряла я мысль но ладно не так важно вот мне кажется наши две самые большие потери этого года это уход Олеся Липая одного из тех людей который это медиаполе создавал своими руками года с 89 если я не ошибаюсь это вот был момент когда белорусское независимое поле строилось и очень горько что один за другим уходят люди которые его создавали это одна из очень больших потерь и здесь же мы на этом слайде поставили нашу вторую потерю это дело Белта почему мне кажется это такая огромная наша потеря по двум причинам то есть это ослабление сектора в этом году значительное ослабление это удар который был сделан против крупнейших игроков на рынке независимого национального контента самых влиятельных игроков то есть они попали под самый сильный удар и это вот мы еще не знаем на самом деле последствия до конца эти последствия они проявятся к сожалению в следующем году да Марина здесь присутствующая знакомится сейчас с уголовным делом которое является одним из последствий и как мы все знаем вот мне кажется что здесь тоже контроль включения самонцезуры я вспомнила что хотела сказать ты говоришь что вот нам казалось что дали послабление да что вот оно жизнь стала развиваться мне кажется что да дали и да жизнь стала развиваться но медиасектор по-прежнему осознается властями как сектор который нужно жестко контролировать и власти делают все чтобы его контролировать хотя как мы видели вот продолжение мысли которую озвучивал нам Павлюк влияние российского хотя Павлюк сказал так нейтрально что он не говорит что это плохо я бы наверное сформулировала от себя что все таки это угроза и что очень важно чтобы мы все как медийщики как производители национального контента становились сильнее и конечно то что произошло дело белого ослабило так же как и ослабило сектор в целом потому что мы здесь все в одной лодке вы знаете когда я начинала свой путь в этом это начало середина 90-х мы еще несмотря на то что уже тогда поле начало раскалываться но мы очень во многом тогда еще были в одной лодке мне кажется что сейчас пришло опять приходит время когда вот время ответственности когда мы все заинтересованы в том чтобы завоевывать доверие чтобы у нас было больше качественно национального контента и вот поэтому это все наши потери и это все очень грустно но мы не могли сегодня вот при всем том что мы сказали очень много позитивных интересных вещей не могли не обозначить вот эти наши потери спасибо но простите пожалуйста что я опять выскочила я думаю что из Белопана кто-нибудь есть здесь нет ну то есть ребят мы но мы не складываем ручки мы спокойно дальше будем работать потому что на самом деле если говорить про дело Белта было много всего с августа сказано и написано разными изданиями но но что важно во-первых эта история закаляет ну то есть понятно что плохого здесь гораздо больше чем хорошего но такой опыт но он полезный хоть неприятный конечно его не хотелось бы повторять и вообще прошедшее время здесь не совсем уместно потому что история развивается во-вторых в это здесь мы почувствовали и я буду говорить не только о коллегах статбая но во всяком случае о ребятах с Белопана тоже девушках в смысле что мы почувствовали большую поддержку и мы почувствовали поддержку и со стороны медиа мы почувствовали поддержку со стороны общественности со стороны ну вот рекламодатели даже звонили на Тудбай и интересовались делами и никто не думал там отзывать рекламу а как раз наоборот вот сегодня была фактически очень трогательная история я прям ну я даже об этом расскажу хотя наверное я не имею права я думаю ну просто это раньше озвучивалось публично но сегодня я увидела это лично я листала вот материалы дела и обнаружила вообще вот коллективное обращение на имя гендиректора белта подписанное 715 людьми и каждый указал свое имя адрес контактный телефон и прочие контактные данные это было вообще очень круто вот поэтому тут я думаю что это неприятное событие да но мы переживем и станем сильнее вот и спасибо большое тем кто спасибо всем кто поддерживал и это очень чувствовалось и это здорово помогало спасибо большое спасибо тебе на самом деле мы уже это сделали про премьеру года про то что у нас вот еще случилось новое опять это кстати не к месту но ладно надо было бы уже итоги подводить вот кроме того что у нас запустился такой прекрасный проект как наша история то есть наша нива которая ушла когда-то из принта ушла в цифру и вот она вот так вот вернулась в принт и что со второго номера стала окупаемым мы хотим похвастаться еще одной а у нас есть там там фотка с хакатона нет у нас только обложка увы ладно пресс-клубу удалось запустить мне кажется тоже очень крутой проект мы сделали такой первый белорусский медиа акселератор вот он прямо уже состоялся у нас уже прошел хакатон и у нас есть 6 проектов акселерации и тут главная идея это привлечь потенциал нашего технологического сектора который реально крутой в Беларуси у которого очень высокий потенциал привлечь его к медиа сегодня уже тоже звучало что без технологий сегодня Виталий Валенюк по-моему озвучивал эту мысль без технологий сегодня медиа не развиваться и нам надо дружиться нам нужно жениться и мы реально можем друг другу быть полезными я очень надеюсь что на выходе мы получим несколько интересных технологичных медийных проектов правда скажу сразу что у нас получилось так что прошли только один контентный проект а остальные сервисные ну наверное потому что во-первых медиа нуждается в сервисах в том числе ну и во-вторых потому что сервисы легче монетизировать у них видна перспектива монетизации что тоже очень важно сегодня стоять на своих ногах Алла наверное это все и мы можем переходить к итогам правда да или у тебя еще что-то нет на самом деле мы прошлись довольно подробно по всем тем итогам которые мы хотели озвучить к сожалению получилось наверное не так гладко как мы предполагали раскладывая карточки на столе но тем не менее мы поговорили обо всем можно я чуть-чуть буквально добавь пожалуйста так вот просто резюме по одной фразе нашего сегодняшнего вот то что нашло у меня отклик и как у меня все резюмировалось что увы самое главное много из главных и важных изменений происходили не по нашей воле это правда увы это было но по нашей воле тоже происходило много всего и мы делали что могли из таких общих тенденций которые мы разделили мировых и которые мы следуем это то что на смену ценностей трафика приходит вовлечение сообщества и построение доверия и мы видим что белорусские медиа с этим работают и много успешных кейсов в мировых же трендах абсолютно это вот создание вот этих лакшери продуктов премии продуктов для лояльной аудитории это запуск платного доступа к части контента это вы знаете я сколько помню наш рынок я все время слушаю нет уже на нашем то белорусском рынке этого никогда не будет проходит пару лет это случается проходит еще пару лет и это уже становится трендом приносящим плоды это так же как еще 5 лет назад медиа крамфандингом никогда такого не будет мы сегодня слышали о результатах платный доступ нет это невозможно у нас тоже никогда такого не будет наша Нива начала экспериментировать трендом же является увеличение роли инфлюенсеров и использование это медиа создание а вот мне еще очень запало вот этот маркет нетворкс как тенденцию на будущее которую озвучил Виталий Валенюк ну и такой вывод который тоже я записала для себя как важный что если ты хочешь делать важные вещи то даже если то есть с одной стороны как сказал Андрей Денько надо быть так сказать вместе со страной и сильно не бежать с другой стороны важные вещи можно делать и реализовывать даже если пока еще законодательство или еще какие-то условия этому не способствует но когда мы начинаем это делать то мы часто способствуем в том числе и изменению законодательства ну наверное я добавлю буквально одно предложение на самом деле для меня сегодня было приятно очень услышать что ценности именно медиа становятся важными для аудитории и это позволяет нам строить комьюнити и на самом деле мы посмотрим как это будет работать и тот же Paywall и все остальное ну и да я тоже хотела процитировать Андрея Дынько но противопоставить его не опережать страну с тем что нужно все-таки бежать за поездом то есть вот как совместить впереди впереди поезда то есть то есть получается да то есть как не опережать страну и бежать впереди поезда вот это большая задача на 19-й год а вот это и есть тот самый фокус который мы да должны делать спасибо большущие всем огромное не уходите общайтесь аплодисменты спасибо